приветствую в эфире вымпел ну что ж весна уже в самом разгаре снег сходит на нет ну а мы продолжаем наше вещание и здесь ты как прежде можешь узнать все самое интересное из мира настольных игр комиксов кино видеоигр и прочих аспектов гиковской индустрии смотри сегодня выпуске долгожданный анонс от вальф новый трейлер экшена star wars джедай сурвайвер зло что творят мужчины и конечно же восходящее японское солнце по традиции наш выпуск начинается с рубрики посвященной новостям издание ign опубликовала сюжетный трейлер экшена star wars джедай сурвайвер ну в нем показали сюжетные фрагменты со знакомыми и новыми персонажами геймплейные отрезки и многое другое особенного внимания заслуживает существенно возросшее количество разных планет которые кеймеры смогут посетить напомним что star wars джедай сурвайвл это продолжение star wars джедай фален ордер действие тайтла развернется спустя пять лет после оригинала для вселенной звездных войн такие таймскипы дело привычное игра расскажет о новых приключениях кэлла кэстиса ночной ведьмы мирин пилота гриза и джедая наставника цели джанды ну а все это великолепие выйдет 28 апреля на пк ps5 и xbox series x и с век бесконечных сиквелов и компания mastodont вальва присоединяется к веселью компания после череды слухов и намеков представила counter strike 2 обновленную версию global offensive над вершке source 2 ну и разработчики сразу же поделились подробностями так называемого сиквела так counter strike 2 предложит игрокам обновленную графику с продвинутым освещением и отражениями измененные карты и подтянутую структуру серверов основанную на тиках ну и разумеется необычный дым куда же без этого кроме того игрокам будет доступен инструментарий source 2 потраченные и полученные скины никуда не денутся последняя новость радует особенно ну а так будем ждать помнится overwatch за цифру 2 в названии небольшой косметический ремонт затребовал полную цену а здесь вроде как бесплатно студия fire shine games объявила дату shadows of dude крайне занятного детективного иммерсив сима с воксельной графикой игра выйдет в раннем доступе steam 24 апреля маленькое напоминание действие игры происходит 1980-х сверх индустриализированной альтернативной реальности игроки возьмут на себя роль сыщика предстоит использовать специальные устройства и как подобает настоящему детективу искать улики получать деньги за раскрытие преступлений поиск и продажу полезной информации отдельно радует то что игра получит русские субтитры epic games представила unreal engine 5.2 с инструментариями процедурной генерации мира но за этим громким заголовком мы перейдем к новостям из пересечения высоких технологий ну и наших любимых игр epic анонсировала процедурные инструменты для следующей версии своего сверх популярного игрового движка эти инструменты позволяют разработчикам создавать игровые миры используя всего небольшой набор сделанных вручную модели все остальное unreal engine 5 генерирует самостоятельно под контролем художника на презентации было видно как дизайнер помещает большую скалу в центр русла реки а бревна автоматически соединяет его с окружающей средой круто то что блок взаимодействует с другими близлежащими процедурными элементами сцены например с руслом реки если дизайнер хочет чтобы игрок двигался влево получается разработчик может просто переместить конструкцию вправо все обновиться чтобы учесть это изменение двигая скальную породу обратно она возвращается к своему первоначальному состоянию при этом есть небольшие отличия например бревно находится несколько иной позиции превью этого чудо-движка 5.2 уже доступно однако полноценный стабильный релиз состоится чуть позже хотя уже превью позволяет представить себе какие поразительные миры мы геймеры сможем получить уже в обозримом будущем ну и на последок новость из мира технологий игр и что немаловажно отечественной индустрии российская студия жиши анонсировала игру tenet of the spark экшен с мгновенным переключением времени действия главной механикой геймплейной фишкой станет переключение между реальностями буквально по щелчку протагонист может любой момент перейти в любое другое время действия не прекращая схватку например из современности перескочить во времена викингов или индейцев где продолжить прохождение и даже поэтапное сражение напомним что жиши ранее создавал только компьютерную графику для рекламы яндекс стации до до пиццы а также участвовал в разработке мобильной игры однако когда выйдет от амбициозные проекты на какие платформы пока неизвестно и ожидание находится на одной высокой планке вместе с опасениями задумка выбранном художественном стиле смотрится потрясающе лично мне невероятно хочется верить что студия работавшая лишь над компьютерной графикой ранее сможет насытить свой штат достаточным количеством разработчиков и сходу выдать хит лично я по крайней мере буду очень на это надеяться наша рубрика посвященная новостям плавно переходит нашу другую неотъемлемую посвященную комиксам сегодня в нашем выпуске в рубрике посвященный комиксам некоторый раритет по крайней мере в оригинальном своем переводе он вышел в далеком 2007 году когда как известно трава была зеленее а в двадцатом на русский его перевело издательство камильфо которое все еще каким-то неведомым образом несмотря на официальный уход marvel продолжает анонсировать все новые новые комиксы видимо закупились они знатно но долго тянуть не будем сегодня у нас дебют известного такого режиссера довольно узких кругах как кевин смит человек-паук и черная кошка зло что творят мужчины в прошлый раз мы уже останавливались на похождениях стенолаза его подруги здесь мы не будем делать никаких исключений точно также локальная история замкнутая в себе который имеет начало имеет конец является эдаким спин оффом и глядя на то что сейчас происходит с несчастным шестым томом человека паука можно только порадоваться вспомнить те прекрасные времена когда ну можно сказать трава действительно была зеленее времена были более радостными безмятежными человек-паук мог себе позволить просто летать по городу не страдая ни по каким причинам у него были какие-то свои любовные шуры-муры у него были капустники в данном комиксе можно увидеть ночного змея из людей и небезызвестного сорви голову мы это мердока про которого прямо сейчас снимают сериал тут есть несколько малоизвестных злодеек на тот момент например скорпия вообще сам по себе комикс крутится вокруг тематики которую сейчас например на западе в голливуде считают какой-то табуированный запретный то есть это романтика это привычная красота если сейчас какой только комикс не посмотри смотреть экранизацию смотреть оригинал костюм выглядит как мало того что косплей так еще и крайне целомудренный косплей а здесь нет все по классике черная кошка как она залетела в комиксы так она здесь и осталась вообще несмотря на такую провокационную обложку и ряд весьма необычных тем творчество кевина смита недалеко ушло вот от темы заявленной в 2007 совсем недавно мастера вселенной сериал который анимационные от его руки вышел подвергся критике за излишний акцент с химена на непосредственно его подружку ширу и в целом в целом сам сюжет поднимал ряд проблем которые указал бы сейчас кино уже не удивление что женщины не слабее мужчин что второстепенные персонажи гораздо круче чем допустим главный герой здесь не исключение здесь поднимаются темы мало того что какие-то привычные для политических триллеров это политики это коррупция это злоупотребление наркотиками это и в том числе в обравлении весьма минималистичного но тем не менее изящного стиля здесь но лично меня очень сильно зацепило при прочтении как они каждый раз мэтта мердых изображали в виде какого-то силуэту у которого неизменно всегда горят таким красным как у какого-то черта или как у мужика из мексиканского мема очки сам по себе сюжет что немаловажно если даже пролистаю имеет начало имеет прекрасную восхитительную надпись конец я не устану об этом говорить поскольку каждый раз когда ты смотришь на современные комиксы ты понимаешь что во первых этих выпусков будет штук 60 а тебе предстоит покупать два три четыре тома еще и на полке место искать слово о полках весьма болезненная тема для автора данного выпуска эта обложка здесь она как всегда мягкая но повторяться только портит лишний раз что смотрится она хоть и красиво в таком розово-пурпурном стиле безусловно это смотрится эффектно но на полке среди толстых томиков это будет выделяться и хранить такие комиксы довольно неудобно и душу они греют не так сильно как могли бы рисовка надо отдать должное несмотря на то что минималистичная она комфортная для прочтения это тот самый палп фикшн про который можно себе представить легкий и напряжный несмотря на ряд серьезных тем все продается с легким флером для читателя это некой романтики игривости знакомых персонажей то есть это не какая-то деконструкция это да ряд серьезных тем но тем не менее в привычном для стенолаза образе поэтому если вы как и я сейчас страдаете наблюдая за тем что делаются комиксовыми персонажами марвел это отличная возможность познакомиться ну и заодно окунуться в тот самый 2007 год который нам все сложнее с каждым годом будет вернуть а на такой ностальгической ноте наша рубрика переходит к настолкам криминам еще более далеким а в нашей рубрике посвященный настольным играм как и обещали мы делаем шаг еще назад подальше от 2007 в японию в эпоху самураев ну и не существовавших они о которых мы сегодня будем говорить в контексте игры восходящее солнце это вторая игра из настольной трилогии эрика лэнга знаменитого настольного гейм-дизайнера посвященная противостоянию людей под покровительством могущественных богов и монстров первая часть называлась кровь и ярость была посвящена махачу скандинавия вторая это япония третья недавно вышла анг боги египта наиболее интересная точки зрения стилистики и выверенных механик это именно восходящее солнце поскольку она удачно переняла то за что полюбили кровь и ярость и смогла зацепить больше чем последующий анг который не смог повторить успех своего предшественника хотя казалось бы египетской мифологии такая интересная но кому-то больше нравится самураи ваш покойный слуга исключение очевидно что главная продающая фишка игры как бывает у игр студии cool miniers of not это огромные монстры они детализированы они здоровые любой вархаммер позавидует вот если смотреть масштабе руки здорово смотрится в ладони куча деталей красить такое я полагаю одно удовольствие единственное что когда имеешь дело с такими минками всегда надо быть очень осторожным поэтому иногда ход затягивается потому что ты максимально аккуратно стараешься транспортировать этих красавцев они одними монстрами едины здесь есть несколько домов у каждого свой индивидуальный цвет у каждого есть свои подставки в которые собственно вы можете позже подставить своего монстра чтобы он принадлежал вам и только вам как и бывает с зомбицидом миниатюра повторяющиеся но несколько классов тем не менее есть они яркие разных цветов выразительные ими удобно двигать и для большего обозначения владения над какой-то провинцией японии представить себя сложно существует такая игра как ракуган в ней все миниатюрки заменены на карточки хотя смысл похожий так вот ракуган не такой интересный и не такой эстетически приятный наверное потому что здесь все отдает стилистикой японии допустим если вы хотите заключить какой-то альянс вы берете знак своего дома знак дома с кем хотите закупить альянс и вуаля вы теперь друзья ход прошел сезон прошел вас друг кинул ну что ж вы можете заключить новый ну и так далее игра максимально заточена на стиль на обладание провинциям ну собственно все видно на поле задача завладеть как можно большим количеством очков двигаясь по вот этому измысловатому треку и самое важное в ряде механик каждый из играющих это своеобразный полководец который может призывать солдат ставить крепости которые если например вы в доме черепахи вы можете эти крепости даже двигать потому что они у вас перемещаются натуральный ходячий замок ну и конечно же когда вы вступаете к конфронтацию вы можете отдавать самые разные приказы можно уповать на богов кто-то из них позволяет двигаться быстрее получать больше ресурсов и самое важное эта игра как и множество экономических стратегий допустим компьютерных учит тому что из любой ситуации можно извлечь выгоду если мы говорим о каком-то геополитическом конфликте симуляции которого очевидно эта игра является это очень полезный навык который можно приметь своим игрокам например если вас зажали в ловушку допустим у противника очевидно большой монстр который вас перекрывает по своим параметрам у вас два солдатика и очевидно что вы проигрываете и просто так уходить обидно бросать их бессмысленную бойню жалко но вы можете отдать приказ совершить сэпуху мы такой не одобряем однако в рамках исторической японии это такой известный факт когда самурай опозорен он может совершить самоубийство чтобы спасти свою душу и здесь это точно так же работает вы можете приказать своим самураям свести счеты жизни и получить за этот счет победные очки очень цинично безусловно но тем не менее это один из примеров как из самой невыгодной ситуации что-то излечь для себя говоря о политических элементах игра может показаться знакомым тем кто играл в настольную игру престола здесь есть тоже ширмы ширмы в том числе как какой-нибудь dnd внутри у вас есть свой домашний регион стартовое значение чести от которого вы можете отталкиваться получая или тратя ресурсы приобретая монстров теряя монстров здесь есть свои уникальные особенности здесь есть напоминание собственно кем вы командуете что вы можете делать ну и за такими ширмами очень удобно хранить жетоны приказов что вы конкретно хотите делать свою прекрасно оформленную стилизованную памятку и конечно же монетки они не такие звонки как дали создание эвердела но тем не менее тоже очень приятные красиво оформленные и помогают погружению говоря о существенных недостатках игры это очевидно ее заточенность на миниатюры поскольку у игры есть несколько дополнений мы их рассмотрим в следующем выпуске но тем не менее некоторые компоненты друг друга взаимозаменяют и как зомбицидом все коробки смешать не получится несколько дополнений придется исключительно отдельно блоками заменять один дом на другой но о дополнениях у нас история пойдет в следующий раз в данный момент брошена затравочка и я искренне надеюсь что это затравочка успешная и на этом наши приключения древней японии на сегодня подходят концу на этом наш выпуск на сегодня подходит концу ну как можно увидеть тем заявленных на будущее много и не переживай мы обязательно вернемся с новостями комиксами ну и конечно же настолками субтитры подогнал «Симон» Продолжение следует...